Посмотри на драгоценного Иисуса, который сегодня спасает, исцеляет, освобождает, дает процветание и благословляет. Это твой день для чуда. Первое служение пастора Бенни Хина во время его недавнего визита в Сидне, Австралия, было отмечено переполненной аудиторией, поклонением Богу и Словом, которое созидало веру присутствующих. И ярким моментом вечернего служения стала демонстрация невероятной силы Божьей, которая стала неоспоримым свидетельством, что чудеса происходят сегодня. Ей поставили диагноз остеомиелит. Ей должны были ампутировать ноги. Она свободно ходит. Она уже очень давно так не ходила. Подождите, подождите. Что у нее было? Остеомиелит. Послушайте. Эта женщина носила специальную обувь. Что вы носите, дорогая? Луноходы. Что, простите? Луноходы. У вас на ногах скобы. И вы можете идти без боли? У меня была сильная боль, когда я ходила здесь сегодня вечером. Но сейчас я почувствовала жар, который прошел через мое тело. И теперь я могу свободно ходить. Давайте, народ Божий. Вы можете снять все это? Вы можете их снять? Да, сядьте и снимите их. Уберите Библию с моего стула. Садитесь сюда, дорогая. Кто-нибудь? Вы можете подойти и помочь женщине снять их? Вы можете? Давайте, дорогая, давайте, бегите сюда. Играйте, играйте ее снова. Помогите ей снять второй. Помогите ей снять второй. Она сказала, что почувствовала жар, что он прошел по всему ее телу. Пойте в духе, вы мне нужны. Посмотрите на них, какие же они тяжелые. Такие тяжелые. Я чувствую, насколько они тяжелые. Слышите? Жесткие. Встаньте, дорогая. Посмотрите на это. Нет боли? Нет боли. Воздайте Господу великую славу. Приведите ее обратно. Давайте, ребята, приведите ее. Давай, Джош. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь. Приведите ее. Пойте, Дух Святой, мы приветствуем тебя. Мы воздаем тебе хвалу. Мы воздаем тебе хвалу. Мы воздаем тебе хвалу. Помогите ей подняться. Эй, дорогая, сделайте так. Давайте. Пойдемте. Давайте, воздадим Господу великую славу. Давайте, воздадим Господу великую славу за исцеление Его народа. Я так рад. Как долго вы страдали от этого? Около 12 месяцев. Мне хотели ампутировать ноги 6 месяцев назад. Я была парализована и не могла ходить. Вам хотели отрезать ноги? Да, но у меня было свое мнение на этот счет. Я пыталась что-то предпринять, и это был прорыв для меня, потому что это выводило инфекцию из организма. Вам лучше пойти к вашему врачу и сказать, «Здравствуйте, доктор, посмотрите на мои ноги». Если я прилетел в Австралию ради нее, то я очень рад этому. Кто-нибудь, помогите ей спуститься. Давайте. Отдайте ей ботинки. Отдайте ей ботинки, ребят. Давайте, воздадим Господу великую славу. На следующее утро пастор спросил, присутствует ли эта женщина на служении. Ее не было. Но присутствовала ее сестра, и она вышла на сцену, чтобы рассказать немного о том, что происходило до того исцеления накануне вечером. Расскажите мне о вашей сестре, что было не так с ее ногами? Почему их хотели ампутировать? Вот так, дорогая, я хочу вас послушать. У нее была невропатия ног, и она была у нее какое-то время. У нее также был диабет, и возникли проблемы с ногами на какое-то время, и они были в ужасном состоянии. Появились язвы, ее отвезли в больницу. Врач сказал, что уже нет никакой надежды. Я попросила двух пастырей приехать и помолиться за мою сестру, потому что она нуждалась в чуде. Пастор молился за нее и получил слово, «Иди и возложи руки на нее в больнице». И когда он возложил руки на Марину, Господь сказал ему, что ей не нужно ампутировать ноги. Если она это сделает, то это будет напрасно. Она почувствовала покалывание в пальцах на ногах. Она почувствовала жизнь в пальцах. Ей назначили операцию через несколько дней. Вокруг нее была целая команда врачей. Я взяла отгул на работе, чтобы быть с ней, чтобы поддержать ее. И врачи сказали, «Ну, Марина, дело в том, что через несколько часов придется ампутировать твои ноги до колена, потому что нет никакой надежды для тебя». Моя сестра очень нервничала и сказала, «Нет, у меня свое мнение на этот счет». Через три дня пришел специалист, и когда он зашел в палату, он не мог поверить. Он сказал, «Марина, что ты здесь делаешь?» И мы молились накануне об этом, чтобы Бог послал правильного врача. И он сказал ей, «Тебя не нужно резать, тебе не нужно резать ноги, ей не нужна операция». И нужно было две ноги. Да, у нее были проблемы с обеими ногами, но она уже начала шевелить пальцами. Что произошло с ней вчера вечером здесь? Вчера вечером, я думаю, что Ричарду есть что сказать об этом. Я была здесь внизу, и сила Божья сошла на нее. Подойдите сюда, Ричард. Родственник из Америки, который молился за нее и позвонил ей за день до этого, сказал, «Во время молитвы Господь сказал, чтобы я и Марина полетели на служение Банихина, потому что ее ноги будут исцелены». Мы можем воздать Господу великую славу? Разве это не прекрасно? Вау! И знаете, она будет сегодня вечером на служении, не так ли? И мы сможем поговорить с ней? Да, и она хотела поделиться этим свидетельством в церкви Ричарда. Привет, Ричард. Бог да благословит тебя, брат. Бог да благословит тебя. Мы наверняка смотримся, как двоюродные братья. И когда сила Божья сошла на нее, ты был рядом? Да. И что произошло? Святой Дух побудил меня возложить руки на нее. И я сказал ей, «Господь прикасается к вам. Господь исцеляет ваши ноги». И женщина, которая была рядом с ней, сказала, «Идите, и пусть все узнают, что произошло». Это так удивительно. И она почувствовала, она сказала, что почувствовала, как огонь прошел через ее тело. Да, как огонь. Какому же всемогущему Богу мы служим? А есть женщина, которая вчера была исцелена? Где она? Где вы, дорогая? Та женщина, которой должны были ампутировать ноги. Идите сюда. Посмотрите на нее. Мы можем воздать Господу великую славу. Давайте, народ Божий, воздадим Господу великую славу. Врачи сказали ей, что нужно будет ампутировать ноги. И на ней были скобы вчера вечером и специальные ботинки. Посмотрите на нее. Давайте я вас обниму. Бог да благословит вас. Давайте воздадим Господу великую славу. Это просто потрясающе. И ваша сестра, я хочу, чтобы с вами стояла сестра. Вы же сестра? Да. Сегодня утром она свидетельствовала. Я спрашивал о вас сегодня утром. И я подумал, что вы были здесь. Но она сказала, что вы будете вечером. Могу я вас спросить, что произошло вчера вечером? Я все еще пытаюсь все выяснить, что произошло с вами вчера вечером. Возьмите микрофон и расскажите нам. О самой ситуации? Да, да. Что вы почувствовали на себе? У меня были невероятные переживания. Я чувствовала тепло в своем теле. И когда я пришла сюда вчера вечером с такой ужасной болью, я даже хотела уйти домой. Но затем я села в углу, вон там, и увидела своего пастора. Пастора Ричарда, да? Ты здесь, Ричард? Пастор Ричарда. Иди сюда, Ричард. Всем нужно увидеть, кто ты. Иди сюда, брат. Громко благословите его. Он на самом деле драгоценный человек. Он молился за нее. И некоторые люди из церкви. И еще раз. Вы сидели там рядом с пастором Ричардом. И пастор Ричард возложил руки на меня. И я почувствовала это прекрасное тепло во всем теле. Мои ноги были просто деревянными, когда я впервые зашла сюда. Деревянными? Деревянными. Ваши? Мои ноги. Ваши ноги. Хорошо. Да. Они были просто деревянными. И после того, как пастор Ричард возложил руки на меня, я почувствовала тепло внизу. И я знала, что что-то происходит. Но я не была еще уверена. И он сказал, пастор только что сказал, и я думаю, что вам нужно пойти туда. Вот что произошло вчера вечером. И вам хотели ампутировать ноги, но специалист сказал нет. Так говорила ваша сестра сегодня утром. Когда я лежала в больнице, мне сказали, что нет никакой надежды относительно моей ноги. Одной ноги? Одной ноги. Левой ноги. И обе ноги были в плохом состоянии? Да, обе ноги. Из-за диабета? И астая мелита, разрушение кости. Разрушение костей в обеих ногах, да? Да. И они планировали, они назначили операцию после обеда. А я продолжала говорить себе, мне нужно другое мнение по этому поводу. Я не хочу принимать их решение. И я хочу кое-чем еще поделиться с вами. Я не знала, что вы прилетаете сюда. И вы планировали быть здесь два дня. И мой двоюродный брат позвонил мне из Америки, и он смотрит ваши передачи по утрам. И он получил слово от Господа, чтобы он позвонил мне, и чтобы я была здесь. И тогда я буду исцелена. Спасибо, Господь! Спасибо, Господь! И как вы узнали? Я из Америки. Из Соединенных Штатов, вау! Поэтому была благословлена именно так. Потому что он сказал, «Не важно, как ты туда доберешься, Господь поможет тебе». Мы видим, что вы ходите. У меня есть луноходы, но я их больше не одеваю. Я собираюсь их выбросить. Вы взяли их с собой? Они у меня с собой. Давайте покажем их тем, кого не было вчера с нами. Кто-то может принести эти ботинки со скобами сюда? Дайте их Марии. И как долго вы носили их? Сегодня 12 месяцев. Сегодня 12 месяцев. И сегодня пришла свобода. Да. Посмотрите на них. Давайте воздадим Господу великую славу за это. Это потрясающе. Спасибо, Господь. Мы верим в чудеса, потому что мы верим в Бога. В Бога чудес. Прошлой ночью я спала так, как не спала за последние 12 месяцев. Я чувствовала, что Господь был со мной прошлой ночью. Я не знаю, как вы можете усидеть на месте. Давайте встанем и воздадим Господу великую славу за это. Послушайте, если я прилетел в Сидней только ради нее, то я рад, что это сделал. Слово Божье говорит, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». И сейчас подумайте об этом, драгоценные партнеры. Библия говорит нам, «Ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Почему так? Потому что Он уповает. В этом ключ. На тебя уповает Он. Вера приходит, когда мы ожидаем Господа. Вера — это не что-то, что мы можем сами произвести в своем сердце или разуме, и убедить себя, что Бог на самом деле имел в виду то, что Он сказал. Нет, нет. Вера рождается в присутствии Господа. Ведь Святой Дух — это Дух веры, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Из силы приходит вера. Это как топливо в вашей машине. Когда приходит Дух Господа, когда приходит сила Божья, в вашу жизнь автоматически приходит вера, приходит упование. И подумайте о мире, который приходит. Библия говорит, «Мир Божий, который превыше всякого ума». Разве это не потрясающе? Сегодня вы видели действие силы Божьей, и так чудесно служить Его Словом. И давайте прямо сейчас будем верить, вы и я, давайте вместе верить, одним сердцем. Давайте соединимся в вере. И давайте верить, что приходит ответ на каждую вашу нужду в вашей жизни. Он заботится. Я имею в виду, что Он заботится так, что все волосы на вашей голове посчитаны. Он заботится так сильно, что у Него мысли о вас больше, чем звезд на небе или песчинок на берегу моря. Бог думает о вас все время, потому что Он любит вас. Какой же у нас драгоценный, какой же у нас чудесный Иисус. Дорогой Господь, Он так прекрасен. Давайте помолимся. Давайте верить прямо сейчас, как Илья закрыл лицо Свою милотью Своею. Помните? Он закрыл лицо милотью и остался наедине с Богом. Дорогой Иисус, мы приходим в вере. Господь, я прихожу вместе с моим братом, с моей сестрой, с полной верой прямо сейчас. Мы приходим в единстве в Духе, в единстве в Тебе. И Ты сказал, где двое или трое собраны, там Ты посреди них. И мы соглашаемся, чудесный Иисус, что каждая нужда будет отвечена. Каждая проблема решена. Каждая болезнь исцелена. В драгоценное имя Иисуса мы соглашаемся вместе сейчас. Господь, чтобы пришел мир, совершенный мир, тот благословенный мир, который Ты обещал. Мир мой даю вам. Он сказал, великий мир у тех, кто любит Твой закон и ничто не повредит им, как Ты и обещал. И да, Господь, совершенный мир. Твое слово говорит, что Ты дашь нам совершенный мир. Ведь мы уповаем на Тебя. Мы верим Тебе, что каждая нужда отвечена. Я запрещаю этой болезни и всякому рабству во имя Иисуса. Господь показывает мне женщину с очень серьезным заболеванием кожи. Ваше лицо кровоточит. Я увидел это прямо сейчас, во время молитвы. Господь, исцели эту проблему кожи во имя Иисуса, во славу Твою. Очень тяжелая болезнь, и я хочу подчеркнуть, что у кого-то сильная боль в пояснице, и есть определенный рост. Я вижу опухоль. Дорогой Иисус, исцели ее. Убери эту ужасную боль во славу Твою и честь. Во имя Иисуса. И есть женщина, и вы очень сильно переживаете за своего сына. Ваш сын занимался наркотиками, и вы переживаете, что он может оказаться в тюрьме из-за всех этих проблем. Но Господь дает вам свое благоволение. Он отвечает на ваши молитвы. Он отвечает. Дорогой Господь, Вас зовут Шейла. Я это только что услышал. Вас зовут Шейла. Я не знаю, как зовут вашего сына, но я уверен, что Господь сказал мне ваше имя. Отец, во имя Иисуса, прямо сейчас наполни ее сердце миром, во славу Твою. Мы воздаем Тебе хвалу. Серьезное заболевание сердца исцелено также. У кого-то опухоль в правой ноге полностью исцелена силой Божьей. Есть женщина, и вы смотрите нас. Я вижу, как на вас вылилась горячая вода, и у вас сильный ожог. И вы намазали ожог лечебным кремом, но он не помогает. На утро все пройдет. Я говорю вам, Господь сказал, что на утро все пройдет. Исцели каждого, кто призывает Твое драгоценное имя, Иисус, во славу Твою. И народ Божий доскажет аминь. И помните, что самое великое чудо это спасение. Если вы еще не знаете Господа, просто скажите, «Дорогой Иисус, я грешный человек, прости мне мои грехи, драгоценный Господь. Омой меня своей кровью, драгоценный Иисус. Войди в мое сердце прямо сейчас. Я отдаю Тебе свою жизнь. Аминь и аминь». Он любит вас. Я хочу сказать вам, что Его любовь вечна. Любовью вечную я возлюбил Тебя. И я хочу, чтобы вы подумали об этом, об этой хорошей новости. Бог никогда не перестанет вас любить. Никогда. И я хочу сказать, что вся хвала Иисусу. Аминь и аминь. Увидимся снова завтра. И никогда не забывайте, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. До встречи. Bye-bye.